Химчане все еще рассчитывают на снегопад, так что на территории лыжного стадиона для них провели мастер-класс по подбору инвентаря. С горожанами встретился кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам Алексей Плоксунов. Спортсмен поделился простыми секретами, как сделать активный отдых максимально комфортным, какую подобрать обувь и длину лыж, а также рассказал об особенностях инвентаря. Для любителей посоветую лыжи с насечками для классического хода. Это кладки концы лыж и специальная насечка, чтобы лыжи не проскальзывали назад. Можно не использовать мазь для держания, можно спокойно кататься. Среди участников как начинающие спортсмены, так и бывалые лыжники. Химчанка Екатерина Кищенко активно занималась этим зимним видом спорта в детстве. Однако с тех пор инвентарь претерпел значительные изменения, поэтому она охотно пошла за новыми знаниями. И мне, безусловно, было очень интересно узнать какие-то новые, я не знаю, фенечки, если так можно сказать, и поговорить с человеком, тот, который непосредственно занимается и подготовкой инвентаря, и занимается с детьми. И самое главное, что хотела я услышать, то, что первое занятие лыжами у детей и у взрослых должно ассоциироваться именно с положительными эмоциями. Вот эта вот красная линия, вот этого мастер-класса мне очень понравилась. Спортивные, творческие, интеллектуальные и бесплатные мастер-классы уже стали визитной карточкой Химок. Выбрать занятие себе по вкусу в любом микрорайоне округа может любой горожанин. Все анонсы мастер-классов размещены в газете «Химкинские новости». Проходят встречи при участии администрации города. В силу своей должности посещаю его регулярно. Тарелки декупажировал, спину укреплял, самообороной увлекался. Поэтому если я останусь без работы, то есть могу теперь с работы на лыжах. Но если я останусь без работы, соответственно скажу нашему главе Дмитрию Волошину спасибо вам за такой прекрасный проект, благодаря которому я стал специалистом широкого профиля. Информация о наших проектах находится в газете «Химкинские новости». Есть специальная вкладка «Анонсы мероприятий». Больше информации можно найти в соцсетях по хэштегу «Химкиинтересно жить» и на специальном сайте.